Мне не раз доводилось высказываться по этому вопросу, не сочтите за. Я на мат русский смотрю как на заповедную, уникальную часть русского языка. И мне очень нравится выражение моего коллеги, поэта Евгения Бунимовича, что наша задача защитить русский мат от сквернословов. Применение может быть ужасным, но мат это часть языка и кладезь экспрессии, если это используется с мерой и вкусом. Но чувствуется, что сейчас уже маховик так раскручен, что и не до меры вкуса. Сберечь бы уже снятые культовые фильмы, шедевры российского кино, где это имеет место. Я не знаю, какая будет технология запикивания на новом этапе уже в пору вступившего в силу закона. Я думаю, что, к сожалению, зная некоторые российские традиции, я давно живу на родине, могут быть, конечно, какие-то издержки и перегибы, неизбежные при работе любого российского закона, особенно принятого в последнее время. И лишь бы не лишилась наша культура произведения искусства по такому досадному поводу. Ну, найдите тогда механизмы, так сказать, удовлетворить требованиям закона, но оставить в строю и в активном употреблении уже имеющие место созданные шедевры нашего искусства. А что касается борьбы с матом, с сквернословием, я всячески за. Потому что здесь есть мнение, что действительно скверная речь формирует скверное мышление. Это по умолчанию понятно, но вкус и мера, лишь бы без перегибов было традиционно.